Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Вторая в югре школа креативных индустрий откроется в этом году в Сургуте. Учащимися смогут стать дети от 12 до 17 лет. Подобное учреждение дополнительного образования – элемент федерального проекта, придуманного в России. Цель – раскрытие и развитие творческого потенциала среди молодежи и начальная подготовка ребят к, возможно, будущей профессии. В Сургутской школе креативных индустрий будет несколько студий. Заявлены такие направления, как звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, все, что связано с анимацией и 3D-графикой с информационными интерактивными технологиями. Учреждение разместится на базе Технополиса, где уже работает IT-клуб. Средства гранта более 60 миллионов рублей будут направлены на приобретение современного оборудования для школы. Открытие запланировано на сентябрь. На сегодняшний день в городе дополнительное образование получают 72 тысяч юных горожан в возрасте от 5 до 17 лет. Практически 40% из них – более 29 тысяч – ребята, которые выбрали программы технической и естественно-научной направленности. Основа для таких возможностей для ребят – это те школьные технопарки, наш кванторим, IT-клуб. И даже условия, которые связаны в дошкольных образовательных учреждениях уже много лет, связанные с робототехникой. Это, конечно, результат той политики, которая много лет реализуется в округе и городе. Закономерно, что появление, например, Национальной технологической олимпиады позволило сразу нашим ребятам дойти до заключительного этапа и стать победителями и призерами. Сургутский государственный университет и кинопроизводственная компания KD Studios подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря документу студенты Сургум, что учатся на гуманитарных специальностях, смогут проходить практику на базе творческого предприятия. Руководство ВУЗа и студия намерены вместе разрабатывать и внедрять программы профессионального и дополнительного образования, проводить семинары, конференции, форумы, круглые столы и тренинги для тех, кто хочет развиваться и работать в киноиндустрии. В планах студии реализовать в Югре еще четыре проекта. В середине апреля стартуют съемки документальной картины под названием «Молодая гвардия». В мае и июне начнут работу над полнометражными фильмами в стиле фэнтези и хоррор. По словам сооснователя компании, к этим съемкам уже будут привлекать студентов Сургутского государственного университета. Есть абсолютно конструктивное взаимодействие и взаимоотношение с руководителем региона, соответственно, с правительством. И мы видим, какая отдача, и мы видим, какая обратная связь. То есть, по сути, то, что мы здесь начали снимать в прошлом году, на это понадобился один год. Что это на самом деле очень быстро. Вот результат уже найдется. Тепло и холод будут чередоваться. С 5 по 11 апреля погода в югре будет определять повышенное атмосферное давление. Поэтому существенных осадков в ближайшие 7 дней не прогнозируют. Об этом нам рассказали синоптики. Ветер будет умерен на из северных направлений. Под влиянием мощного потока холодного воздуха столбики на термометрах начнут опускаться. До конца недели в Сургуте по ночам будет холодно, до 18-23 градусов мороза. В среду и четверг, по данным метеорологов, днем воздух прогреется до плюс 2-7 по Цельсию. А с пятницы по 11 апреля ожидаются колебания дневных значений от 0 до минус 30. Нет ничего важнее семьи. 10 лет назад при поддержке администрации крупнейшего города Югры стартовал проект «Золото и бриллианты Сургута». Парам, прожившим в браке 50 и более лет, дарят возможность вновь услышать вальс Мендельсона и обменяться обручальными кольцами. С момента празднования первого юбилея во дворце торжеств в рамках проекта провели 170 праздничных церемоний. 4 апреля юбилей совместной жизни отметили Валентина и Григорий Минкины, которые прожили в браке 50 лет. Поздравить с этой датой во дворец торжеств приехали родные и близкие. Супружеская пара вместе с ними зажгли огонь семейного очага и загадали сокровенные желания. А после Валентина и Григорий Минкины поделились с нашей съемочной группой секретами того, как пронести любовь сквозь года. Ох, как же ж вам сказать. Надо доверять, уважать, ценить, любить. У нас свадьбы не было. Я ее забрал через окно. Пошли, расписались и остались жить вместе. 50 лет вместе живем. Родители были против, и умерли. Вот таким образом и сошлись. А потом дальше помирились. А потом стал любимым зятем. Жить-то хочется, вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Быстро, эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 39 04 28. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте – 765 708. Ты изменяешь мне с Морисон? Нет, мы просто гуляли по штурме! Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Е pledutела Субтитры А.Семкин. Продолжение следует...